Сборная команда Попадание в полуфиналы, финалы гораздо выше, поэтому команда растет и потихонечку двигается вперед. В общем, конечно, можно сказать по поводу Олимпиады, что организация была на достаточно высоком уровне. И кроме каких-то аспектов, допустим, все спортобъекты, по мнению спортсменов, были построены достаточно очень быстро и экономно. То есть без каких-либо излишеств. Такое впечатление, что такие домики были складывающиеся и, соответственно, стадион тоже такие же. Без обшивки, просто какие-то ширмы. По сравнению с Китаем, так, бедненько, но чистенько. Да, да. Олимпийская деревня, в принципе, район был такой достаточно интересный, такой живой. Ну, там, какие-то парки даже. Но по 8 человек в квартире, это, конечно, было немножечко напряжно, потому как волнующиеся спортсмены до часу ночи ходили по квартире. Всего там, в принципе, 2 туалета на квартиру это достаточно. На 8 человек? Да, на 8 человек. И в 7 утра, соответственно, начинаются новые походы. То есть стены, они просто такое впечатление, что были не из гипсокартона, а просто из картона. Кто чего сказал, все уже слышно в твоей комнате. Поэтому такое впечатление, что действительно на скорую руку все было сделано. Ну, тем не менее, это не мешало, да, спортсменам показывать высокие результаты, и чему мы рады. Я хотел бы узнать, что же не хватает нам, чтобы все-таки больше 20 медалей получить? Знаете, это вопрос, наверное, больше главному тренеру, потому как я не функционер, и не могу решать, что лучше для нас. Потому как у меня нету голоса, права. Конечно же, если у меня появилась такая возможность именно что-то сделать для российского спорта, то действительно это большая тема, и ее можно раскрывать в несколько дней. Ну, с вашей точки зрения, как спортсмена, вот снизу, скажем так, да, чего не хватает? Я считаю, что тут можно пойти, да, такой же тактикой, да, как и американцы и китайцы, да, это популяризация именно спорта. Вот, то есть, чем больше людей вовлечено, именно детей, да, в этот спорт, тем больше шансов, что у нас будет больше медалей. У нас же любят именно обхаживать, да, спортсмена. То есть, у нас появился какой-то талант, и его, ну, работает с ним. Его, да, там, берут на все сборы, грубо говоря, там, точит технику, прикладывают все усилия, чтобы ему жилось. Вот именно он тренировался, да, и у него было все, что ему нужно. Ну, это, как бы, один из вариантов. Ну, почему? Потому что, опять же, в России мало детей идет плавать. Этот спорт, он не настолько прибыльный, и, понятное дело, этим надо заниматься с детства, а с детства могут отдать только родители. Родители сразу делают бизнес-планы, грубо говоря, смотрят, где, где, как зарабатывают, и отдают, опять же, в футбол. Или в хоккей. Или в хоккей. Скажи, во-первых, говорилось, что сейчас ты на высоте, куда дальше, значит, куда тебе сейчас дальше будет тянет по поводу спорта? Ну, и второй вопрос, окрасляет с Олимпиадой. Почему лично твое мнение, убирая официальные ответы, убирая треймерские понятия, лично твое мнение, почему такое преимущество до сих пор видится у китайцев и американцев, а отличие от России и Евгии президента именно на одной медали плавать? Ну, по поводу планов, я могу сказать, да, то, что месяц, наверное, еще месяц мне предстоит, наверное, просто отдыхать, именно дать слабинку и все-таки расслабить все мышцы, которые я так долго тренировал. И все-таки сбросить это эмоциональное напряжение. Собираюсь, наверное, съездить в какой-нибудь Таиланд, но там, говорят, очень хорошие массажи. Вот, дальше я планирую уже начать свой сезон, наверное, скажем так, с середины, наверное, сентября, конце сентября. Заканчивать плавать я, наверное, пока не собираюсь, ну, потому как, во-первых, заканчивать нужно плавно, иначе образ стул сразу довольно-таки внушительным пузиком. Все-таки есть у меня склонность к полноте, вот, и ближайшие, наверное, соревнования, это как раз чемпионат Европы по короткой воде, я там буду участвовать. Конечно, в случае неудачи на этих Олимпийских играх у меня были совсем другие планы. Я собирался заканчивать плавать и заниматься уже какой-то другой работой, именно вылезать из бассейна. Вот, ну, сейчас ситуация кардинально изменилась. Вы спросили еще про разницу с американцами и китайцами, но тут, как я уже и говорил, это популяризация спорта.